Порвали куртку, перкуток. Я хочу, чтобы Сергей поднялся сюда. Вот, Сергей. Я не знаю, но можно поменять на размере. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, 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 кстати. Хочу сказать, что многим, когда напали на лагерь, есть люди, у которых выбили зубы, у которых были другие повреждения. Есть наш соратник, который еще находится в тюрьмах. Но зубы сегодня мы не будем вставлять, обязательно их вставим. Но в любом случае я хочу вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Я не хочу, чтобы в Новый год мы встречались на сцене. У нас сейчас будет шампанское, у нас сейчас будут всякие там сладости. Давайте потом мы просто без сцены опустимся, и там будем все встречать и Новый год. И я, это будет год нашей победы, запомните. Потому что, ну не может быть иначе. Когда-то Украина должна победить. И Украина может победить только с нами вместе. Только мы вместе. Только мы сможем поднять Украину. Я абсолютно в этом уверен. Вот горстка людей, нас внука горстка. Нас уже десятки, десятки, десятки тысяч. Во всей Украине сотни тысяч. Но в этом году, уже в Новом году, через 15 минут, нас однозначно будут миллионы. Нас однозначно будут миллионы. Я же целый день, сегодня просто хожу по Киеву. Я наслаждаюсь этим видом. Не просто хождение, когда люди подходят и говорят, мы вас поддерживаем потому-потому. Не просто там, давайте снимем фотографию с каким-то памятником. Нет. Живой человек, который бегает по крышам, там по этим, по подворотам. За ними бегает волк и заяц. Но при всем этом, они говорят, мы вас поддерживаем. Потому что наша борьба, это наша борьба. Они говорят, это наша борьба. Мы прорвемся, да? Я говорю, правильно сказал. Мы прорвемся. Не я, я никуда не могу прорваться. Мы прорвемся. Мы прорвемся. Мы обязательно всех поставим на свое место. Это потрясающе, хорошее. И в будущем году мы должны встретить Новый год здесь просто из-за традиций. Когда мы уже будем победителями, когда Украина будет победителем, кто-то из теперечних будет проигравших, но мы про них не будем поменять. Мы будем говорить, как мы победили. В этом году мы можем сказать, как мы начали бороться. Как мы реально разбудили страну. Как мы стали реально, начали поднимать народ. И никто же не думал, когда вы остались в этом лагере, у людей тут есть стаж два с половиной месяца. У меня всего лишь семь ночей я провел. Семь. Одну неделю. В палатке. Ну, туда добавляется еще четыре дня в изоляторе. Это один идет за пять дней. Но в любом случае, в любом случае, нельзя быть революционером, не посидевшим. Какой я был революционером, пока меня не собосадили? Сейчас я настоящий. Но вы тоже настоящие, и я не хочу, чтобы никого вы посадили из вас. Поэтому, с Новым годом, с новым счастьем, с наступающим. У нас все выйдет. Мы прорвемся. Мы победим. Украина победит. И слава Украине! Слава! Передаю слово Снегурочке. Друзья, я так рада, что вы пришли. Честно говоря, было мало надежды, что много будет людей. Но я смотрю, люди подходят, подходят. Я так думаю, что после 12 еще больше было подходить люди. Вы знаете, в последнее время, когда я выхожу на сцену, когда я начинаю хотя бы что-то говорить, я слышу, как люди начинают кричать «Крым, Украина!». И вы себе не представляете, насколько меня это трогает, насколько это ложится на мое сердце, потому что вы знаете все, что Крым моя родина, и что он сейчас находится под оккупацией. И я вам должна сказать, что Крым – это действительно Украина. Все знают. Все знают. И в этом году мне очень хочется, который наступит сейчас год, мне очень хочется, чтобы Крым действительно был Украиной. не на словах, не просто в лозунгах, не просто в наших каких-то идеях далекого будущего. А вот оно сейчас уже пришло, и мы держим его в руках. Крым, Донбасс, чтобы территория восстановилась наша. Чтобы мы все, украинцы, которые живут в Крыму сейчас, они тоже смотрят наши стримы. Они очень внимательно следят за нашими событиями. Они очень нас поддерживают и очень хотят того же, чего и мы, чтобы сменилась власть на нормальную, адекватную, та, которая работает для людей, а не для себя. И именно хотят вот этого нашего возвращения, чтобы мы все вместе праздновали здесь Новый год, в Крыму Новый год, в Донецке, в Луганске и вообще во всей Украине. Я хочу сказать так, сейчас мы все в опасности, потому что завезли только что 150 бутылок шампанского. Я не знаю, мы, у нас было много испытаний за этот год, но холодную погоду, а еще в воде привезут и везут. И, как в конце может оказаться, нас много тут, но на каждую по три бутылки шампанского я не знаю как. Я надеюсь, адреса на всякий случай все оставим в наших домах, чтобы нас можно было разводить. На ладошки на пристал. Так, так. Что у нас со временем, когда Новый год? Новый год. Ну, вы можете поговорить, вот Новый год наступит, и уже поговорить после Нового года, хорошо? В следующем году. Вы уже поговорили в 2018. Да, в 2018 все поговорим обязательно. Мы еще неоднократно встретимся, неоднократно поговорим, неоднократно о нашем будущем, о нашем настоящем, о том, что мы с вами хотим сделать, как мы хотим преобразовать нашу страну. Вы все будете высказываться, все будете высказывать свои мысли. Я уверена, что у каждого из вас, я это вижу ежедневно практически, ко мне очень многие подходят, люди думают, что я что-то могу решить. И говорят, у меня есть план переустройства страны. Лиза, вы должны его почитать. Как будто от того, что я почитаю, сразу страна изменится. Но я все равно благодарна тому, что у вас у всех есть этот план. И очень благодарна тому, что мы все идем к нашему светлому будущему. И очень надеюсь, что в 2018 году уже нам повезет. Причем глубоко надеюсь, что начнет вести буквально вот сейчас, вот после того, как Новый год наступит. 2018 год, это год перемоги украинского народа. С Новым годом, дорогие! Слава Украине! Героям слава! Дорогие друзья, я тут вижу много знакомых облич, с которыми мы еще начали Майдан. Но сегодня свято, и святой настроек, тем не менее, он всегда потребен людям. И я хочу, чтобы посмешки наши, тепло наших сердцем, в этой площади Конституции, оно шло по всей стране. И чтобы те хлопцы, которые сейчас на фронте, в окопах, в блендажах, держат ворога, чтобы они слышали тепло наших сердцем, чтобы они знали, что мы помнимо и ценим тот час, который они нам дают, чтобы изменить страну в лучшую сторону. Ну и хочу побожать вам, вашим близким, семьям, детям, родственным, всем вашим друзьям здоровья и веры в себя. Только вера в то, что нам все удастся, только она дает силу и энергию, и позволяет нам ставить плечо-плечо. Один до одного Василию, он бачил Василю Борис. Василю, иди скажи людям два слова. С наступающим, с предыдущим Новым Роком, и до встречи в 18-м.